Всем доброго времени суток! Сегодня рассмотрим первое задание из демо-версии ОВ по предмету информатика. В одной из кодировок и не код, каждый символ кодируется 16 битами. Вова написал текст, в нем нет лишних пробелов. Ёж, лев, слон, олень, тюрень, носорог, закодил, олигарх, дети и животные. Ученик вычеркнул из списка названия одного из животных. Заодно он вычеркнул вставшими лишние запятые пробелы. Два пробелы не должны идти подряд. При этом размер нового предложения данной кодировки оказался на 16 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе высекнутое название животного. Давайте разберемся, что у нас каждый символ кодируется 16 битами. Мы знаем, что 1 байт равен 8 бит. Поэтому 16 делим на 8, получаем 2 байта. Новое предложение в данной кодировке оказалось на 16 байт меньше. Так как у нас каждый символ кодируется с двумя байтами, 16 делим на 2, получаем 8. Получается, ученик вычеркнул 8 символов. При этом в эти 8 символов входят запятые и пробелы. Давайте начнем разбираться. Ёж. Два символа и плюс еще запятая. И один пробел. Четыре. Не получается. Нам нужно 8. Лев. Пробел. Три символа и еще запятая. Получается 5. Не подходит. Слон. Само слово. Четыре символа. Пробел. И запятая. Получается 6. Не подходит. Олень. Пробел. Слово из пяти букв. 6 и седьмая у нас запятая. Тоже не подходит. Дальше идет тюлень. Пробел. Это один символ. Тюлень. Слово. Состоит из шести символов и плюс еще запятая. Получается всего 8. Я думаю, дальше смысла нет проверять, потому что носорог состоит уже из раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, запятая, восемь и пробел девять. А крокодил и аллигатор уже больше 8 символов. Получается, у нас ученик высеркнул слово тюлень. В ответе просто пишем данное слово. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok